Ну, знакомьтесь, вот этот вот Андрей позывной старичок. Всем привет. Наверное, все его в эфире слышали. А рядом Андрей, который исток. Можно желание загадать. Да, да, да. Ну давайте у Андрея, который старичок, спросим, как же он попал в дивизион и вообще как тебя угораздило, в радиосвесе-то попасть? Ну, много ездил по трассе, наблюдал антенны. Ну, естественно, в городе наблюдал антенны на машинах то у служебных, то у гражданских. Стало интересно вообще, что это такое. Повозил в интернете. Вот один из первых как раз вышел в сайт дивизиона. Ну, почитал, что, о чем, о чем там люди общаются, не только дорожная обстановка вообще. Ну и было принято решение приобрести оборудование, установить. Вышел на частоту, на канал, задал вопрос, сразу же ответили. Вот, пригласили поднеседовать в личном кругу, познакомиться, собственно, со всеми встретился, пообщался и как-то втянулся. Вот. Ну, пока еще профессионального или любительского, назовем так, позывного, да, нет. Только совсем любительский вот старичок. Ну, для начала, я думаю, неплохо. Понятно. Ну, то есть ты попал на сайт samaracb.ru или ВКонтакте? Нет, про дивизион нашел в интернете, да, на сайт сначала, потом уже добавился ВКонтакте. Вот. А когда в эфир вышел, сразу вот с аллигатором зазнакомился, вот, объяснили, где встретишь, проходит, приехал и уже познакомился со всеми остальными. Ага, понятно. И сколько ты уже сейчас в радиосвязи? С апреля текущего года. В 18-го год? Да, с апреля 18-го. Ба, у меня такое ощущение, как будто я эти год три знаю. А это недавно только оказывается. Ясно. Ладно, спасибо. Вот, теперь вы знаете, кто такой старичок. В эфире-то слышали, а вживую, наверное, не видели. Да, я точно посмотрю. Если кто-то снимает, то да, и снимает. Везде. Андрюх, а ты с какого года у нас в дивизионе? Два. Два с копейкой. Два с личным? Да. Ясно. Ну, кто не знает, Андрей у нас активно участвует в настройках и установках антенн не только на автомобиль, но еще и базовые. Это большая, вот, кстати, у него уже практика по установке антенн всяких разных, не только гражданских, но и любительских и профессиональных. Вы устанавливали даже, по-моему, МЧС, да? Да, мы помогали по чемпионату футболу, по футболу. То есть, радиосвязь вот на чемпионате, на арене вы тоже сделали? Да, предоставляли помощь Министерству чрезвычайных ситуаций. Вот какие у нас люди есть. Всего два года уже профессионал уже такие вот дела делает. Хорошие учителя. Ясно. Наставники правых рекламных. Девятка. Ну, я так понимаю... Строка нужна с номером зелёного. Это у вас команда с Сергеем Бойцом, да? Да. Кто у вас там еще? Фреон. Фреон. Там Юр Леонидович тоже активно участвует. Да. Радиолюбительский репитер вы тоже устанавливали, делали для Самарской области, я знаю. Молодцы, супер. Вот, ребята, пришли сначала в гражданскую радиосвязь, а уже становятся профессионалами. Причем так промежду делом, помимо работы. Ясно. Отлично. Ладно, спасибо, ребят. Да, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok